Сегодня в Киеве Петр Порошенко принял присягу президента. В руках украинской нацгвардии остаются двое российских журналистов. Эти темы обсудим с нашим гостем, лидером общественного движения «Юго-Восток» Олегом Царевым. Малик Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот, час назад мы все слушали речь инаугурационного Петра Порошенко. Он опять повторил, что первым делом собирается в Донбасс. Кто ждет Порошенко в Донбассе? С кем он там будет вести переговоры? В Донбасс ему сейчас приехать будет не так просто, потому что даже аэропорт, половину охраняют ополчение, народное ополчение, половину национальная гвардия. Поэтому я так понимаю, что есть только два варианта. Это первый, он все-таки договаривается прекращать антитеррористическую операцию, и тогда можно будет проводить консультацию. Или он планирует ее продолжать и приехать после того, когда он считает, что он сможет победить народное ополчение Донбасса. Ну, он призвал сложить оружие на Юго-Востоке, но обращался опять к ополченцам, которых он называет террористами. Мы помним, что Верховная Рада принимала меморандум о мире, который ничем не закончился. Что стоит за этим призывом Порошенко к миру? Только лишь одностороннее сложение оружия со стороны ополченцев. Я правильно понимаю? Да, безусловно. Надо сказать, что вот, что можно сказать на сегодняшний день, вот на то время. О том, что Порошенко принял присягу. И с этого момента он уже не только де-факто, мы все понимаем, что то, что было до сих пор, с момента его избрания, до инаугурации, он фактически руководил страной. Но до юра он не нес ответственности. Вот с того момента, как он стал главнокомандующим страны, он несет ответственность не только за то, что он говорит, но и за то, что делают вооруженные силы, правительство, милиция, национальная гвардия. Он несет теперь юридическую ответственность. Исходя из того, что мы слышали, он говорил о том, что Украина должна быть унитарна. На Украине должен быть только один государственный язык. Исходя из этих заявлений, непонятно, о чем он собирается разговаривать с Юго-Востоком. Речь идет не только о Донецкой и Луганской народной республике, которые себя уже самоощущают как отдельным субъектом, но и о других регионах Юго-Востока. В Днепропетровской области, Одесской, Харьковской. В этих регионах с ними ведь тоже надо говорить. То есть никакого внутриукраинского диалога, о котором вчера шла речь на встрече с Владимиром Владимировичем, на таких условиях наблюдаться не может. И следующее. Сегодняшний день начался с очень серьезного артобстрела из военных действий в Славянске. И, насколько я знаю, вот мы сейчас созванивались, эти действия не прекратились. И во время выступления Порошенко он не сказал о том, что я останавливаю антитеррористическую операцию. То есть вот начиная с этого момента, он уже дальше несет юридическую ответственность за те преступления, которые будут совершаться. А ведь мы говорили о том, что он должен откреститься от действия прошлой власти. Он должен назвать их преступными и обязательно расследовать. Расследовать расстрел украинских военнослужащих, расстрел раненых, находящихся в больницах бойцов ополчения. Одесскую хатынь как трагедию. Он должен расследовать, он должен откреститься, он должен сказать, что это преступление. И вот только на таких условиях можно было начинать даже не диалог, для начала консультации о возможном диалоге. Вот он говорит, что надо выстраивать взаимоотношения с Россией. Как вы думаете, как Порошенко собирается это делать, если он является носителем и декламатором утверждения, что Крым был, есть и остается украинским? Вот как можно строить взаимоотношения с Россией, заявляя об этом в инаугурационной речи? Ну, по-видимому, этот диалог будет очень сложный. И я так понимаю, что практика, когда украинские политики говорили на Западе одно, а приезжали в Россию и говорили другое, сейчас не проходит. Сейчас нельзя говорить в одном месте одно, а в другое в другое, и думать о том, что никто этого не услышит. Он даже был такой нюанс, когда он речь перевел на русский язык и на английский. Это были два разных текста, один для России, один для Европы. И его тут же на этом поймали. Вот он сегодня заявил, что вчера открыто в глаза Путину заявил, что будет добиваться возвращения Крыма. Вы верите в это? Ну, рядом были Меркель и Аллан. Ну, я понимаю, что эти заявления, ведь это не просто слова. Ведь надо понимать, вот как можно сейчас приехать, вот заявление приехать в Донбасс. Это вот убить всех тех людей, которые против этого возражают, против, которые не хотят, которые воспринимают сегодня, к сожалению, украинский флаг, как флаг оккупантов. Это вот такая сложилась ситуация в Донбассе. Это значит убить всех этих людей. То же самое, что надо сделать с крымчанами для того, чтобы вернуть Крым в Украину. Мне даже сложно представить, какие море крови надо пролить. Это не просто заявление. С сегодняшнего момента, когда он стал президентом страны, за этими заявлениями стоят реальные действия и реальная ответственность. И мне кажется, что Петр Порошенко этого не понимает. Вот как Вы думаете, теперь, когда он президент, не на словах, а на деле, действия Киева на Юго-Востоке будут носить еще более агрессивный характер, если по его требованию ополченцы не сложат оружие? Ну, то, что по его требованию не сложат ополченцы оружие, я могу Вам сказать точно и определенно. А какие будут его действия, давайте посмотрим. Но то, что с сегодняшнего, вот с момента инаугурации он не остановил антитеррористическую операцию, это говорит о многом. Его заявления об унитарности страны говорят о том, что он договариваться не намерен. Он вновь напомнил, что Украина собирается в Европу и ждет со дня на день подписания экономической части вот этого соглашения. Как Вы думаете, поможет это Украине сейчас выбраться из экономического кризиса, в котором она оказалась? Как Вы знаете, все события в Украине, начиная с Майдана, они были в том числе, проходили по нескольким причинам. Одна из них – это война олигархов между собой. Запередил влияние, они не хотели допускать роста могущества и влияния Януковича. Вторая – это соглашение об ассоциации. Фактически соглашение об ассоциации – это неоколониальный договор. Украина в одностороннем порядке принимает чужое законодательство, открывает свои рынки, понимая о том, что не имея промышленности, которая уже сейчас работает по европейским стандартам, претендовать на европейские рынки Украина не может. Поэтому это действие носит односторонний характер. Принимая европейские правила, беря на себя односторонние обязательства участвовать во всех вооруженных конфликтах на стороне Европейского Союза, принимая на себя обязательства в гуманитарной сфере, будет образован Совет Ассоциации, который де-факто и де-юре будет давать указания правительству и парламенту, что делать, как делать. Причем надо понимать, что в Совете Ассоциации будут находиться люди, которых выбирали другие граждане. То есть мы фактически отдаем свой суверенитет. Украина сейчас отдает свой суверенитет. Голосовали за чиновников Совет Ассоциации граждане Германии, Франции, Англии, а давать команды они будут украинскому правительству, которые должны будут выполняться, безусловно. Вот территория Украины, России, она никогда не была колонией Европейского Союза. Было очень много стран, которые были колониями европейских стран. Африка, Америка, Австралия. Даже Китай был какое-то время колонией Великобритании. Но наши территории никогда не были. И вот цель Майдана, цель того, что сейчас происходит, это оккупация и присоединение Украины в качестве колонии к Европейскому Союзу, к Соединенным Штатам. И поэтому, безусловно, приведя своего президента, подписывают экономическую часть, потому что политическую уже подписали раньше, экономическую часть соглашения об ассоциации. Мы считаем, что это соглашение несправедливое, непартнерское. Его ни в коем случае нельзя подписывать. И больше того, я уверен, что оно противоречит нашей Конституции. Оно противоречит по очень многим пунктам. Самое главное, мы отдаем свой суверенитет. Согласно нашей Конституции, носителем власти на Украине является украинский народ. А в данном случае, получается, чиновники, которых выбирают другие граждане. Это первое. Второе, это у нас было решение о том, что международный суд, криминальный суд, не может распространять свою юрисдикцию на Украину. У нас уже было решение Конституционного суда по этому поводу. Но, тем не менее, в соглашении об ассоциации прописано о том, что мы попадаем под юрисдикцию международного криминального суда. То есть, таким образом, мы сразу же видим о том, что мы нарушаем решение нашего же Конституционного суда. То соглашение, которое сейчас подписывать будет Порошенко, оно противоречит Конституции. И любое следующее правительство, любая следующая власть очень легко, обратясь в Конституционный суд, расторгнет это соглашение. Потому что он не имеет права его подписывать без изменения Конституции. призывал Порошенко провести внеочередные досрочные выборы Верховную Раду. Говорит, что изменилось лицо украинского общества за последние полгода. Вот, на ваш взгляд, если в ближайшие дни, месяцы пройдут выборы Верховную Раду, какой будет эта Рада? Как изменится лицо самой Рады? Кто в ней будет находиться? Действительно ли так серьезно изменились настроения большей части украинского общества, чтобы состав Рады кардинально поменялся по сравнению с прошлой Радой? Очевидно, что если будут проходить выборы, Верховный Совет прямо сейчас, до распуска Национальной Гвардии, до разоружения правого сектора, то будет происходить на парламентских выборах то же самое, что на президентских. То есть, фактически, люди, которые обладают другой точкой зрения, не смогут выступать. Их будут или зачищать, физически устранять, препятствовать встречаться с избирателями. СМИ не будет освещать их деятельность. Нарушение всех законов, как было со мной, органы СМИ отказывались подписывать договора на размещение рекламы. И так далее. И в таких условиях действительно мы получим парламент, состоящий, в котором сторонники правого сектора, сторонники радикально националистических взглядов будут иметь... 89% Лешко, они окажутся... Они окажутся в большинстве. Они окажутся в большинстве. Мало того, что они пройдут в Раду, они сформируют такое большинство, где куда, скорее всего, не попадут ни коммунисты, ни сторонники, ни люди, которые способны выражать волю Юго-Востока. Давайте поговорим о журналистах российских, которые оказались, скажем так, в плену у бойцов Нацгвардии. Повторяется история. Это уже было недавно. Журналистов Life News отпустили. Новых журналистов задержали. Что опять Рамзану Кадырову подключаться? Зачем это все нужно делать, если можно спрогнозировать, как будет развиваться и как закончится эта ситуация? Ну, во-первых, постоянное желание дергать тигра за усы. Тигр – это Россия. Похоже на это. Похоже на это, да. Ну, значит, украинская власть, она все время пробует, а вот если сделать так и эдак, а будет ли, а какая будет реакция России? Хочется сказать, что журналисты в данном случае хоть в какой-то степени чувствуют себя защищенными, ведь стоит за ними вся мощь России. А то, что происходило и происходит сейчас с пленными на Юго-Востоке, там, где идут карательные операции, это просто тихий ужас. Ведь, поверьте мне, мы отслеживаем ситуацию. Людей, которых берут в плен, мы их не задерживают, согласно украинского законодательства, к ним нельзя отправлять адвоката. Невозможно узнать, где они. У них нет права на первый звонок. И, как правило, ситуация такова, что людей, которых задерживают, мы их никогда больше не видим. Мы не можем найти их. И проходят месяцы, мы их не находим. О каком количестве людей сейчас можно говорить? Это массовые пропажи людей. Ведь у нас сейчас, ну, де-факто, у нас не настолько отстроена система управления в Донецкой и Луганской области, для того, чтобы мы отслеживали. Ну, вот, достаточно хорошо мониторили эту ситуацию. Но это сотни людей. И особенно в первое время, когда не было оружия, когда Национальная гвардия приходила, приезжала на блокпосты и просто забирала людей. А ведь, поймите правильно, Донецкая и Луганская области это маленькие шахтерские городки, которые, ну, буквально в километре, в полутора километров, в пятисот метров заканчивается один город, начинается другой. Вот такое вот количество шахт, городков. И между ними люди выходили, сами выносили мешки, выносили шины, делали блокпосты. И у них не было оружия. И вот приезжали на БТР, Национальная гвардия, забирала этих людей. И ведь все друг друга знают в этом. Вот соседи, все. И этих людей никто никогда больше не видел. Мы не могли их найти. Мы их не могли найти ни в тюрьмах, ни в больницах, ни среди задержанных. И прошли уже месяцы. И я имею все основания говорить о том, что они были убиты без суда и следствия. И вот у людей, которые, ну, не являются журналистами, участь совсем в такой ситуации, ну, совсем не завидны. Ну, а журналистам, конечно же, я желаю скорейшего выхода России проявить силу, мужество и настойчивость для того, чтобы такие случаи, как журналистам российского телевидения в стенах Верховной Рады или журналистами «Звезды», которых, телеканала «Звезда», которые были вчера задержаны, чтобы настоять и чтобы заставить собой считаться. Мы будем надеяться, что все так и произойдет. Олег Анатольевич, не могу не задать вам вопрос. Известно, что за вашу поимку в Киеве обещана очень большая награда. Если вы вдруг почувствуете необходимость вернуться на Украину, как вы поступите? Я точно большую часть времени провожу на Украине и в ближайшее время буду находиться на территории Донецкой и Луганской республики. Я член Совета Федерации этих двух республик. Я не являюсь жителем Донецкой и Луганской области. Я родом из Днепропетровска. Но и благодарен за то, что меня вот таким образом включили. Надеюсь, что будут скоро выданы паспорта Донецкой и Луганской республики. И мы сможем и журналистам, которые будут приезжать к нам, принимать граждане Донецкой и Луганской республики. Спасибо вам за то, что вы нашли время и заехали к нам в студию. Я напомню, у нас в гостях был украинский политик, лидер общественного движения Юго-Восток Олег Царев.